Вот смотрите, Игорь Владимирович, тогда вопрос о науке и технологиях. Ну, прежде всего о технологиях, потому что это ближе, собственно, к употреблению, да. Собственно, мы отдаем себе отчет, что сейчас, в настоящее время, в 21 веке, вот вообще в этом уже третьем десятилетии, ну, как бы технология является определяющим, как продукт, как инструмент, как все на свете. То есть нетехнологическая продукция, она, в общем, не конкурентоспособна или там меньше востребована, или проста в производстве, и на этом вообще рынке все заполнено. У России технологий нет, ну, таких вот больших технологий, технологий конкурентоспособных, тех, которые находятся на Западе, источником которых и Запад, собственно, является, благодаря научно-технической революции очередной уже, которая там произошла, сейчас уже там разговоры идут о искусственном интеллекте, роботизации, в той степени, в которой вообще непонятно, как это все будет функционировать, еще тут по этому поводу разные дискуссии идут. Не очень понятно, как вообще они собираются в этой аккумулировании ресурсов, этого БРИКС или стран Азии, там, или глобального юга, как их назовем, вообще преодолевать это отставание. Оно есть даже у таких стран, как Китай, хотя они, ну, не сопоставимы с Россией. А вот что здесь могло бы? Это инвестиции внутренние могли бы способствовать. Вот что они бы, на ваш взгляд, могли бы делать или хотели делать, или декларируют, что будут делать, чтобы преодолевать то, что является, ну, такой зияющей пустотой? Потому что, ну, просто я не вижу никакого источника в этом. Вот, может быть, что-то существует, что может эту пропасть преодолеть? Как вам кажется? Ну, смотрите, Марк Захарович, в современном мире я выделяю два типа стран. Это первый тип – это страны-концентраторы талантов. Примерно понятно, о ком мы с вами говорим, да? Конечно. Да, и поэтому, если вы смотрите, куда едет и где делает карьеру молодой, талантливый индиец, то вы понимаете, что он делает не обязательно в Бангалоре, а он делает где-то в США. И потом становится генеральным директором Microsoft, становится и деканом Гарвардской школы бизнеса, и так далее. Это вы интересуетесь. Очень много таких историй найдете. Это страны-концентраторы таланта. Они откачивают из третьего мира, из глобального юга таланты. У меня дочка работает в Ирландии. Знаете, сколько с ней иранцев-то работает? Да, понятно. У нас культурных, талантливых ребят, которые получили первичное образование, но в Иране перспектив нет точно так же, как в России. Они всеми возможными способами перебрались в Европу и там работают. Значит, поэтому, ну что называть? Концентраторы выстасывают таланты из третьего мира. А страны-донор отдают. Это Индия, это Россия. Россия, Россия. Да, давно терял талант, а сейчас решил еще ускорить процесс. И подтолкнул людей к отъезду. Причем очень серьезно подтолкнул. Войной подтолкнул? Ну, конечно, потому что, ну что ж, там, знаете, даже не только войной, Марк Захарович, а трансформацией идеологии. А, конечно, безусловно, безусловно. Знаете, тоже такой вопрос, очень неприятный для человека, который работает в науке, когда его опять начинают загонять в идеологические рамки а-ля Дугин. Ну, знаете, лучше я поеду на более низкую позицию, но жить буду чуть более свободно и заниматься наукой, а не рассказывать, как я поддерживаю господина Дугина в его представлении о российском космическом мире. Ну, в общем, значит, поэтому эти страны-третьи, они, в общем, теряют интеллект. Некоторые из них пытаются. Ну, скажем, вот мы видим, что Объединенные Арабские Эмираты, что Саудовская Аравия, они пытаются создать собственную интеллектуальную силу, они вкладывают очень много денег в университеты, но таких центров вот в глобальном юге очень мало. Это Китай, конечно, который очень много сделал уже и продолжает делать. Индия в меньшей степени, а остальные страны просто не очень могут это сделать. У них, ну, на это не очень денег хватает. Это же очень дорогая история. Создать научный потенциал, создать хорошие, сильные университеты – это безумно дорогая игрушка и не очень быстро отдающие деньги. Поэтому глобальный юг, он не будет доминировать по технологиям никогда. Он всегда будет покупать технологии. И мы видим эту картину, вот если любопытные люди можете послушать мою лекцию, я читал ее в Академии наук Литвы, о том, как сейчас меняется мир. И там совершенно понятно, что мир сейчас разделяется на вот этот глобальный север, который генерирует технологии, берет сверхдоход с этого, и глобальный юг, который потребляет эти технологии, платит за их употребление, потому что сам создать аналоги не может. Ну и Россия. Россия вот сейчас уже сколько, третий год бьется с импортозамещением в условиях войны в сфере программного продукта. А не получается. Не получается. И знаете, российские чиновники такие не патриоты, такие не патриоты. Я прям даже не знаю, как ФСБ это терпит. Они опять закупили айфон новый в огромном количестве. Жить они без него не могут. Ну что такое? Нет, чтобы купить какой-то российский смартфон с родной операционной системой, патиномика. Ну что ж такое? Ну вот нет такого. Безобразие какое-то. Ну, безусловно, это отражение, собственно говоря, технологической отсталости. Тут не только стилизация и моды или что-то там, я не знаю, а технологическое потребление, понятно, но еще и просто отсталость. Нет ничего альтернативного и не может возникнуть. Вот это вот важный вопрос, потому что получается претензия на лидерство или там на сопоставимое лидерство наряду с Западом, она не реализуется, пока не будет вот этот технологический вопрос решен. Ты можешь сколько угодно производить, но ты, если не производишь технологии, ты неконкурентно способен абсолютно в новых условиях. Да, Артем Захарович, давайте вспоминать. Советский Союз был иным. Он генерировал технологии. Там была мощная наука примерно до конца 70-х годов. Там был некий такой еще остаток. Он проедался, он уничтожался, он репрессировался, но он был. И, в общем, были прорывы, и, скажем, той же черной металлургией была передовая технология, которая, в общем, покупалась японцами. Во многих отраслях были прекрасные двигатели ракетные, если вы знаете. Была очень неплохая авиационная промышленность. Двигатели были паршивые, а самолеты были очень неплохие, мы это знаем с вами. То есть в этом смысле Советский Союз был таким технологическим ядром. Ну, пусть второго ранга, но все-таки. А нынешняя Россия уже, как с вами, от нее почти ничего не осталось. Тут на днях мне попалась цифра, от которой, знаете, мороз по коже. Есть такая шкала, сколько, в какой стране живет высоко цитируемых ученых. Так, интересно. Вот как вы думаете, сколько таких людей осталось в России? Высоко цитируемых ученых? Даже не могу представить, честь сейчас. Восемь человек. Восемь. А, например, а тот, кто первую позицию занимает, сколько там по цитированию? Ну, я уже не знаю, я думаю, что, скорее, это все у США. Хотя Китай идет, да, они очень активно наращивают, они очень много патентуют. Кстати, Россия очень слабо представлена на патентовании, научных публикациях. А теперь вообще российским ученым запретили публиковаться в зарубежных журналах. Потому что это измена государственная. Ну вот, так что тут уже совсем плохо. Ну вот катастрофа. То есть Россия потеряла тот потенциал, который даже был в СССР. И теперь уже не может ничего сделать. Посмотрите вот эту безумно скучную картину. Куда ни глянь. Значит, авиация, катастрофа. Да, это точно. Да. Значит, на днях вылазла катастрофа по флоту. Были же очень чистолюбивые планы Путина. Что мы тут утрем всем нос. И через Севморпуть мы повезем грузы в Азию. И мы построим массу кораблей. Ради этого, значит, морскую отрасль судостроение отдали Костину, банка ВТБ. Он туда пришел, выпал в осадок. Выяснилось, что там стоят станки 30-х годов. Германские завесены после войны по репаратам. Ага. Ну, наверное, даже представляете, о чем я говорю. Конечно. Да, ну вот. Значит, поэтому они сейчас все эти программы строительства судов сорвали. И ничего из этого не получается. Не могут построить корабли. Не могут. Не могут построить самолеты. Не могут построить автомобили. А это же как раз и есть. Вот легковой автомобиль – это самый простой индикатор технологического уровня страны. Я это понимаю очень хорошо. Смотрите, я попытаюсь это объяснить. Когда в Советском Союзе начали строить ФИАТ, завод, да, чтобы делать вот эти автовазовские автомобили, то выяснилось, что машину собирать в Советском Союзе нельзя. Все компоненты, которые для нее были нужны, были настолько хуже итальянских, что пристроили строить всю экономику. Подшипниковая промышленность, масла, значит, пластику, резинотехнику. Ничто не годилось из Советского автомобилестроения для того, чтобы ставить на «Жигули». Пришлось подтягивать все отрасли. Вот это та самая ситуация, которая сейчас. Только сейчас никто ничего не подтягивает. Все только рассказывают про импортозамещение, по факту покупают китайский товар, клеят шильдик «Mated Russia» и продают через тендеры, как российский товар. Да, я знаю, я сам в Самарской области родился, ну, в Куйбышеве. И, так сказать, Наталья на основном конвейере там все это прекрасно знал, и некоторых прежних руководителей, когда никого знал, потому что я был депутатом Госдумы после этого момента. Но я хочу сказать, что она такая и осталась, там ничего не изменилось на самом деле. Ну, вот смотрите, тогда возвращаясь к Брикс. Какая ему грозит перспектива? Вот давайте в связи с войной. Это тоже важно, потому что, ну, Россия на сегодня – это, скажем так, приоритет военного производства, ВПК, так сказать, конвертируем во все остальное и обслуживающий все остальное, и все остальное обслуживает это ВПК, да. Ну, то есть мы видим по расходам бюджета, по всему, что происходит в связи с войной. Ну, и одновременно санкционный вот этот навес, который отпугивает партнеров и Китай, и Идию, и ряд других, которые, ну, не хотят нести ответственность за войну. И, ладно, там политический контекст, но это еще и экономическое выражение имеет, потому что только заканчивается Брикс, тут уже объявляют, что и ограничение по дронам будет лицензированным в Китае, и Турция что-то вводит. Ну, понятно, что это в страхе с вторичных санкций, которые могут на них распространиться за сотрудничество с Россией. Ну, то есть получается, что никакого самостоятельной политики, отдельной от Запада, и проводить-то не могут, то есть экранируют вот эти все действия, которые от них требует Запад, чтобы они не финансировали войну прямо, косвенно, там, я не знаю, комплектующие продукции войного назначения. И Москва мало что с этим может сделать, потому что она может отсрочивать, она может как-то с этим играть, там, серые схемы новые придумать, но в целом, как я понимаю, так сказать, Брикс не становится источником этих продуктов, там, технологий и всего остального, чтобы продолжать, там, успешно продолжать войну в Москве, нужна вся эта поддержка. Я правильно понимаю, что от этого будут бежать, ну, во всяком случае, китайская экономика, там, индийская и так далее, чтобы, не дай бог, не быть замазанным, запятанным вот этим сотрудничеством с страной-агрессором. Вы знаете, что может сдать Брикс России? Вот я там на это посмотрел, вы не поверите рабочей силе. Да, ну так и есть, а что ж? Это вот возможно, что люди будут присылаться из этих стран, работать в России вместо убитых, ушедших инвалидов. Кстати, интересно, мне информацию сообщили про инвалидов, вот, потому что вот говорят, что в России не видно инвалидов СВО. Так. Да, вот, и говорят, что их свозят в специальные пансионаты, и оттуда не особо выпускают. Ну, бог с ним, это отдельная тема. Очень похоже. Мы помним историю с... Да, но представители там вообще не спрашивают, нам их добивали. Да, да, их просто забирают из улицы. Здесь болезнь. В России огромный дефицит рабочих рук, скромная оценка. Где-то 4,8 миллиона человек. Поэтому уже появились планы завоза людей из Ганы. И я думаю, что будет попытка завести рабочую силу из стран Брикса. Ну, для этих стран это неплохо. Они будут получать зарплату, переводы пойдут в их сторону. Вот это, может быть, через банк как раз Брикса эти перлатежи каким-то образом будут проходить. Вот это я допускаю. Но это, опять-таки, откачка денег из России в страны Брикс. Мне тут попадались на просторах интернета придурки, которые рассказывают, что Россия легко должит деньги на глобальном юге. И плевать ей на глобальный север. Глобальный юг ее легко прокредитует и даст облигации. Это очень смешно, потому что, по-моему, месяц назад Путин принял решение дать кредиты странам глобального юга. Просто так в Брикс приехали. Им кредиты пообещали. Так что Россия деньги-то не получит. И технологии не получит. За отсутствие он их технологий. Ну, какие-то продукты питания, может быть, завезет, чтобы не было голода, уже хорошо. Ну, вот все, что она может получить от этих стран. И с Китаем тоже непонятно. Еще раз, для меня вот вся история, что с глобальным югом, что с Бриксом, она туманна. Потому что я не понимаю судьбу Китая. И никто не понимает, устоит Китай или нет. Он качается. И это не то, что я придумываю какие-то страшилки. Посмотрите, Китай принимает одним за другим большие пакеты, огромные пакеты на сотни миллиардов долларов в поддержке своей экономики. Пытается ее спасти. Только что они, скажем, сделали очередной шаг. Они снизили стоимость кредитов. А там кредиты устанавливает стоимость Банк Китая. Они снизили годовую ставку по кредитам для китайских предприятий до 3,1%. Пусть российские предприниматели, услышав это, зарыдают и убьются головой об стенку от зависти. Потому что это катастрофа. То, сколько сегодня стоит кредит в России, 25-30%, в Китае 3%. Потому что они пытаются поднять падающую экономику. Если Китай начнет падать, то рухнет и Брикс, и глобальный юг. И, кстати, это и север заденет. То север, наверное, в меньшей степени, я говорю, начал замыкаться на себя. Так что в этом смысле ситуация такая непонятная. И поэтому смотреть на Брикс и все этот глобальный юг, как на какую-то серьезную основу для будущего России, серьезного партнера для России. Это все с точки зрения экономики не серьезно. Это значимо с точки зрения политики. Это напоминает мне тоже старую конструкцию. Тут Михаил Иванович Крутихин тоже ее вспомнил. Мы с тем старой, мы это помним. Движение неприсоединения. Да, масштабное было, да. Огромное. Собирались конференции. Декларации принимали. Боже ж ты мой, куда рассосалось, как исчезло, куда сгинуло. Бог его знает. Все пропало, никакого влияния на мировую политику не оказало. Я думаю, что тут будет та же самая история. Вот такие какие-то отдельные мелкие проекты будут. Но на самом деле, в общем, это клуб по интересам поговорить. Может быть, единственное, что это каким-то образом меняет политическую ситуацию ООН. Может быть, вот в этом смысле Путин добился успеха, что он создал достаточно большую группу лояльных стран в ООН. И теперь провести какие-то реформы ООН против России будет, наверное, сложнее. Вот это, да, его политический успех. А экономически это смешно даже обсуждать. Ну, хорошо, вот мы, так сказать, ближе уже к концу. Все-таки с Китаем понятно, с Россией тоже более-менее. Вот эта попытка присоединять все больше стран. Вот эти 38 стран к Бриксу примыкают и так далее. И вот растет, растет, растет. Мы понимаем, отдаем сейчас расчеты, что это отсталые страны, в общем, по большому счету. Африки, Азии частично, да. Но там какие-то отдельные еще. Все, это все, ну, больше для численности. Потому что реально донорами могут выступать только буквально, ну, там, не знаю, Китай, Индия. Ну, я не знаю, все. Вот это, наверное, потому что в сравнении с глобальным севером, вообще с западным ареалом, ну, тут невозможно сравнивать, да. К чему это будет вести? То есть я опять возвращаюсь к тому, что очень сложно соединить. Вот Запад – это все равно однородная среда. Как бы там ни было, это страны западной политической демократии, это в основном христианской, или у девок христианской культуры, понятного, так сказать, уважения международного права, так сказать, всего, что с этим связано, неприемлемости войны в взаимоотношениях. Страны же глобального юга, БРИКС, там, как их ни назови, это совершенно разнородные. Они приезжают к синской цивилизации, другие к исламской цивилизации. Они между собой многие воюют, конфликтуют и так далее. То есть вот насколько нужна эта однородность для успеха, скажем, экономического, конкретно для того, чтобы такие страны смогли там соединять интересы, взаимное доверие. Я не представляю, как там Саудовская Аравия с Ираном, ну, как-то вот. Как это все они себе представляют? То есть что в основу стержня должно быть заложено, что вот эти страны второго или третьего мира, сейчас уже неважно, должны положить в основу для того, чтобы иметь такое же единство целей, принципов, задач, ну, и, я не знаю, формы методов для того, чтобы в этом смысле, ну, быть на равных с Западом. Вот какой они должны выработать единый, ну, родовой признак, который бы их объединял, по которому можно было бы эти сопрячь интересы. Вот давайте так вот рассудим. Ну, нет такой основы. Они слишком действительно разнородные, они друг другу враждебные. Там, как ни глянь, между ними все до конфликта. Вы там про Таскатеран, а давайте про Миннесуэлу с Бразилией, которая враждует. Давайте поговорим про Индию с Китаем, который неперемеримый враждает. А Индию враждует по сей день остро с Пакистаном. Ну, что вы. У них там все конфликты по всем линиям, какие только могут быть. И это настолько глубокие, длинные и серьезные конфликты, что создать какое-то образование не получается. Обратите внимание, что Путин, который все время кричал, что мы тут в Бриксе создадим единые валюты, горели они синим плавенем со своим долларом и евро, вышел с выкинутым лицом и сказал, ну да, никакой единой валюты не получится. Слишком разные страны, слишком разные уровни развития, никакой единой валюты не получается. Но мы там придумаем финансовые мосты. Что он под этим понимает, ну, не знаю. Короче говоря, в общем, получить представление о том, чтобы они могли как-то интегрироваться, унифицироваться и на чем-то совместном работать, это нереальная история. Просто нереально. Этого и не будет. Так же, как рассосалось движение неприсоединения, так и Брикс начнет точно так же раскалываться. Но они, повторяю, устроились сцену истерики северного. А вдруг север их вспомнит, полюбит опять, назовет любимой женой в гареме, даст какие-то деньги, и тогда можно будет снова хорошо жить. Как только вот запад или глобальный север им даст какие-то приманки, они сразу забудут про все прочие свои радости, связанные с пребыванием в гостях в городе Казань. Да, вот поставим точку на этом прекрасном завершении, потому что настолько все очевидно, но бог с ним, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Благодарим Игорь Владимирович, спасибо, что пришли, спасибо, что пояснили. Надеюсь, что мы в ближайшее какое-то время встретимся, еще раз поговорим, посмотрим, куда это все пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok